Так, ну что, друзья, доброе утро! Всем привет! У нас раннее утром. Я собираю Вову и Денису в дорогу. Я сделала вот таким сэндвичи по два штучки. Запекла эти круассаны. Они такие горяченькие. Сейчас на завтрак можно поесть. Но еще и в дороге можно поесть. Каждому приготовила фруктов. Блуберис, бананы, виноград. Морковку дам пакет. Так, соки. Каждому я в таком пакету собрала снэки, фисташки и джерки. Вот это мясо сушеное. Очень хорошо в дороге. Она сладкая, остренькая. Жевать. Ну и воду, и все, да, наверное? Предостаточно. На первое время будет, плюс они в кафе будут заезжать кушать. Поэтому вот так вот сейчас позавтракают они и будут выдвигаться. Не знаю, положила им по два круассаны. Съедят ли они или нет. Хочется, чтобы в дорогу они наелись. Чай у нас только в пакетиках остался. Боже, нет ни чая, ни кофе. Поэтому только чай и зеленый в пакетиках. Мед. Вот так вот сейчас позавтракают. Мы ждем, когда наш родственник дядь Леша, муж сестры Вовы, привезет Дениса. Мы его поселили в гостинице. Вот, потому что у нас здесь совсем нет места. Сейчас Дениса дядя Леша привезет, они поедят и сразу в путь. Никита в одеяле вышел. Встал, время еще шести. Нет, все дети спят. Они вчера с папой попрощались. Я думаю, нет, считаю, что не стоит их будить. В понедельник увидимся. А Никита встал все-таки. Все, Биби, спать хочется. Отойди, а то сейчас дверью откроют и тебя не увидят. Дверью саданут тебя. В понедельник увидимся очень скоро. Холодно. Очень. Слушайте, как утром. Птички как поют. Как упакована папина машина. Но у нас еще термос с собой большой для них. А ты все-таки бумагу вот эту взял? Да, это бумага уже, да? Нет, это Сонина. А, лампа. Я не нашел другого места, кроме как сюда. Так, а еду куда ты будешь ставить? Куда? Еду. Она вот там за рюкзаком у меня вся. А, ты уже все поставил? Я все разобрал, разложил. Термос к Денису? Да, потому что у меня его совсем не было. У него там, думаешь, побольше места? Ну, он более приспособленный. Отлично у тебя причесочка, Никита. Лохматые, заболезни обросли, недопостригания было, да и нельзя было. А потом уже сборы. Коля только у нас один успел постричься. А эти два лохматухи. Лохматухи. Вот так вот папа поедет, битком набит. Папульчик, а ты все будешь видеть? Получается, ты вот в это зеркало не будешь видеть? Я не буду в это зеркало видеть. И как? Буду я тебе ориентироваться? Головой сильнее крутить. Нормально. Сложно. Я заправился вчера, поэтому моя машина готова. Я не знаю, как Дениса, но он человек опытный. Я думаю, что у него тоже все готово. Не, ну если что, заедете, заправитесь тут прям. Спроси у него сразу заранее. У меня получается, если по фривэю, по трассе, то я 450 миль смогу пройти. А это, наверное, в районе 700 километров. Это 5 часов, да? Да. Я думаю, что вот за 5 часов мы 650-700 километров пройдем. Ну, если даст Бог, и на дороге не будет этих аварий или чего-то там еще. И все. Волнуешься? У меня нету такого, знаешь, как перед экзаменом. У меня волнение такое excited. Восхитительное. Да. Радостное волнение. А я волнуюсь. Ну, ничего. Приехали? Возможно, еду, да. Ну что, все, в путь. Покушали и отправляются. Никита, отойди с дороги. Парой горели. Парой горели. Все, аккумулятор разрядился. Битком набиты две машины под завязочку прям вообще. Никита, не забудь термос отдать. Добрый укусник. Сейчас отойдем, отдаем еду. И, короче, все. Угу. Не, папа сказал, нету места для него. Ты чай по дороге пьешь? Ну, конечно. Стаканчики в пакете. Все, с Богом. В путь. Три дня. Приедут, наверное, в воскресенье вечером или понедельник ночью. Все, погнали. Наконец, первый пошел, как говорится. Теперь осталось с нами с детьми улететь. Нас с детьми повезет в аэропорт. Дядя Витя обещал. Друзья, всем привет. У нас пятница. Какое число сегодня? Я уже забыла. 17-е, что ли. В этом районе, короче. Счет времени уже потеряли. Папа у нас утром сегодня... Нету байка? Он в другом месте. А. Я так не знала. Папа у нас сегодня утром отправился в Южную Каролину. Вот. Он нам там периодически видео присылает. Поэтому я вставлю в сегодняшний влог видео от него. Мы все забрали. Все, что хотели. Кроме Лизиного велосипеда. Лизин велосипед, он там просто не вписался бы. Поэтому, пока мы здесь, Лиза будет на нем кататься. Слушай, а где же шлем? Неужели выкинули? Пошли в гаража посмотрим. Вот. А потом просто кому-то из родственников его подарим. Никита, ты не знаешь, где Лизин шлем? Неужели его уже выкинул папа? Нужен. Открой гараж, давай посмотрим. Шлем нужен? Открой гараж, посмотрим. Я шлюх. Избегай еще. Лисочка, сбегай за ключами. Лиз, положи замок. Лизочка, она еще вялая немножко после болезни. Как-то мы с Лизой хуже всех отходим от этого коронавируса. Вот. У меня уже глаза практически пришли в норму. Поэтому снимаю, монтирую. Так, ищем. Есть шлем здесь где-нибудь? Ну, папа, наверное, уже все выкинул, да? Да. Что, значит, не поедем? Не будешь накататься? Пешком, может, давай пройдемся. Нам нужно расхаживаться. Доктор нам сказал, что нужно... Мам, ну что, без шлема совсем нельзя кататься? Ну, только аккуратненько по дороге. Да, ну давай. Мам, вот я с ним, он мне уже мало. Да ничего, он тебе не мало. Тут еще три подбородка поместится твоих. Мам, ну посмотри, он раньше у меня вот сюда... Ты просто из-за Лизы хочешь быть тоже без шлема. Ну, хорошо, давай. Вот прическа, конечно, у тебя шикарная. Так, все, давайте, закрывайте. Только котю не закройте, котю вынесите. А то она решила с нами зайти, разобраться, в чем тут дело. Так как сегодня обещает очень жаркий день, я сейчас открыла все окна, чтобы с утра проветрить, чтобы немножко остудить дом. Потому что часа через 3-4 будет уже так жарко, что будет тяжеловато. Вы без шлема, поэтому осторожно. Не надо гонять, как шумахер. Видите, какая красота. Звездочки вечером горят. Надо поезжать? Да, но только очень осторожно, потому что вы без шлема. Так, мы сейчас пойдем в парк, который находится один блок отсюда. Дети почему-то не любят ходить, говорят, там скучно, там нечего делать. Плюс Лиза уже выросла, плюс она болеет, она какая-то совсем хмурая, Лизочка, сегодня. Никита, он там что-то из машины льется. Никита, у тебя бензин выливается. Лиза, у меня теперь вылился. Вылился. Вот, райончик, конечно, здесь не очень хороший. Мы, как вот сюда переехали, нам постоянно на телефон приходит оповещание о каких-то происшествиях. То кто-то пропал, то кого-то похитили, то от меня до стрельба не выходить из дома. Не знаю, когда мы там жили раньше, не было проблемы, чтобы так часто приходили оповещания о том, что где-то происходит что-то плохое поблизости. А здесь постоянно, раз в день где-то приходит какое-то оповещание. Ага, два блока отсюда. Я сто лет не была в этом парке. Вова с детьми здесь гуляет. Вот некоторые дома так вот симпатичненько выглядят. Смотрите, какой лэнскейпинг хороший, красивый. Кустики, деревья. Вот, я здесь не могу так вот детей отпустить свободно, чтобы они куда-то далеко уехали. Я в этом районе как-то так немножко напряженно себя чувствую. Машинку и велосипед вот эти вот кому-нибудь предложим из родственников. Ну, где-нибудь нам надо куда-то ходить. Пошли. Машинка вот эта, конечно, старенькая, но она еще рабочая. Вот, кому-нибудь из родственников подарим, предложим. Ну, и велосипед лизин. Конечно, он новенький, жалко его. Но не влез мы в машину. И у нас его никто не купил. Просто я, конечно, не на всех сайтах дала объявление. Только на одном. Но никто не отозвался. Не стала ни сбрасывать ни с цену, ни что. У нее заболели, уже не до велосипеда было. Так, мы уже прошли третий. Уже прошли два блока. Уже третий идем. Оказывается, не так близко этот парк. А я почему-то думала, что он близко. Сейчас вот так цены подорожали в нашем городе, что даже вот в этом районе вот такая вот коробочка стоит 1320, наверное, я думаю. Вот это, наверное, 1350 стоит. Цены, конечно, сейчас жуткие. Никого нет, да. Игровая площадка есть, такая скромненькая. Но я думаю, что она уже горячая. Солнце нагрело. Там, скорее всего, не поиграть. У Лизы сиденье опущено сильно. Я не знаю, как его поднимать. Велосипед уже стоял готовый на отдачу. Поэтому Лиза на полусогнутых ездит. Ну, хоть какое-то движение. Мы просто хотим немножко подвигаться. Лиза совсем что-то лежит все время. Я не знаю, то ли по закону, то по каким-то правилам городским на какое-то определенное количество блоков должен быть парк. Вот хотя бы вот такой вот квадратик со столиками, с барбекюшницами и с игровой площадкой. Так вот город весь построен. Знак написано, здесь курить нельзя. Зона без табака. И кому-то, видимо, сильно не понравился этот знак, что они его вот так вот... Это же ведь ацетоном, видимо, растерли это. Потому что водой-то не разотрется этот знак так. Вот надо кому-то, да? Это все из-за того, что такой район здесь неблагополучный. Обязательно вот что-то такое сделают. Смотрите, какое дерево интересно. Здесь, конечно, можно прийти с одеялом, пикник какой-нибудь устроить с фруктами. Да и можем. Если хотите, сейчас вернемся, сходим за одеялом. Хотите, сходим за одеялом, постелем. Мы все именно одеялись с фруктами. Наберем фрукты, бубри с помоем. Давайте? Ну, мы можем и на велосипедах, чтобы потом покататься. Окей, хорошо, пошли. Оживились сразу. Колю, Соню, уже не вытащишь никуда. У меня есть 2 штуки, что я делаю. Да, да, да. Сказала детям, пойдемте прогульнемся. Да, поехали. Соня и Колей. Да, да. Соня с Колей сказала, пойдемте прогульнемся. Они вообще не хотят. Так, друзья, я по ходу видео буду вставлять ролики, которые папа мне все время сейчас присылает. Он коротенькие ролики снимает, небольшие. Я его попросила, чтобы он не отвлекался от дороги. Пусть лучше целым живым доедет, но без видео. Вот в таких вот условиях приходится ехать. Невыносимо красиво. Красиво. Картина не меняется. Картина вся та же. Дорога великолепная. Погода прекрасная. Виды замечательные. Идем хорошо. Слава богу. Все прекрасно. Сейчас включился для того, чтобы рассказать, что по мере того, как уезжаем все дальше и дальше от штата Вашингтон, бензин становится прям дешевле и дешевле на глазах. Самый дешевый бензин, который мы заправлялись в Спакене, это был заправка в Костко. Там прямо он всегда самый дешевый, плюс там какой-то кешбэк постоянно, если этой карточке заправляться, по-моему, 4%. Ну и там я вот вчера перед поездкой заправлялся, заправлялся по 3 доллара 11 центов. А сейчас уже вот на проселочных обычных заправках в штате Монтана цена на бензин 3,06. То есть уже прям дешевле и дешевле. А если сейчас где-нибудь Костко попадется здесь в Монтане, то я думаю будет, наверное, по 2,85 или что-то в этом роде. Я в штате Монтана, примерно миль 200-250, наверное, уже прошли по Монтане, заехали на заправку. Вот машина Дениса, он пошел в магазинчик. Что сразу бросилось в глаза, так это то, что нет ни одного человека в маске. Даже намека на маски никакого нет. У нас в штате Вашингтон практически все ходят в маске. Конечно, те, кто уже сделали прививки, уже есть такие, кто не носят маски. А здесь нет никого в маске, ни одного человека. Дубль 2, вторая попытка сходить в парк. Мы взяли дубри с бананом, сэндвичи. А, одеяло, Никита, взял одеяло? Да, взял. Вот, и сейчас пойдем расположимся и будем отдыхать. Кстати, смотрите, зацените, какой у меня байк. Все поместилось, да? Смотрите, вот у этих соседей у них флаг американский развивается. И очень часто американцы ставят возле дома флаг, флагшток и флаг. Интересно, что их побуждает это делать? Во, и где-то уже сирена завыла, то, о чем я говорю. Ну, пойдемте. Постоянно. Сейчас иду, смотрю вот на этот бордюрчик, на этот газончик и думаю, да, Америка бывает и такая. Мы сейчас прошли туда-обратно и опять сюда, и все. У меня уже мои силы закончились. Совсем нет энергии. У нас осталось несколько маленьких одеялочек наших. Вот, и вот это мы как-то не используем его нигде. Да использовал я сейчас. Использовал, да. Но в данный момент ты его используешь, поэтому мы взяли его. Мало, конечно, для нас, для троих. Надо было бы два таких одеяла. Одна я сейчас как сяду. Так. Американские сэндвичи. Популярные, известные. Лиз, покажешь, как они выглядят? А, ну я их уже показывала сегодня. Это делала. Да. Это самый популярный американский сэндвич. Я буду блубери съесть. Это у нас будет ланч, обед. Хотя у нас дома борщ хороший есть. Смотрите, какая крупная буберис. Мы в Коско съездили, еще купили. Вове в дорогу. И нам здесь есть. Я минералочку с собой взяла. Видите, у меня руки. Это вот так вот, я вот такая отекшая. Никак не стеку после этого, после коронавируса. Все время у меня все набухшее. О, в кетчупе теперь. Хорошо, что мама эти бумажные полотенца взяла. Салфеток нет у нас больше. О, вкусняшка. Соня вот эти вот полюбила сэндвичи в Мексике. Они еще их так вот по диагонали разрезают. И они получаются такие треугольнички. Мам, мне кажется, вот это вот тесто очень похоже на русский белый хлеб. Я не знаю, как. Да, оно хорошо выброженное такое, плотненькое. Сачок. Сейчас пить яблочный будем, да? Ну, я, естественно, не буду. Там сахара. Лиз, ты что, трубочками стреляешься? Я им предложила по половинке, по диагонали разрезать. Но даже Никита может вот такой съесть целый. Да, Никита? Они такие вкусные. Такие большие. Вот этот вот хлеб сам вкусный. И это я придумала сделать. Да, это ты придумала сделать. Смотрите, какие бабочки. Огромные. Какие-то в этом году бабочки-слоны. Вот там еще две. Огромные, с кулак, наверное, размером. И главное, столько много в этом парке. Я босиком хожу. И тем более, как мало в этом парке. Там у людей бассейн во дворе стоит. Типа того, что мы раньше ставили, только раз, наверное, в пять или в четыре больше размер бассейна. Я даже не представляю, как его обслуживать, там чистить. Но зато в жару детям веселье. Мы сейчас сидим, вспоминаем. И Лиза вспомнила такую интересную штуку про Никиту. Короче, когда я Никите говорила про деревню. Но это неправда. Давно было. Да, давно. Про деревню какую-то рассказал. Он не знал, что такое деревня тогда. И он подумал, что деревня – это город на дереве. Нет, я другое думала. Я думала, что деревня – это дерево, где есть под ней столик, где машина рядом пригонена. И там это типа пикник у столи. Ну, так он поображал, наверное, в главе. Да. Еще один признак неблагополучного района – вот такие вот машины. Непонятно, как они едут, зачем они едут так. И непонятно, что от них можно ожидать вообще. С учетом того, что здесь можно носить свободное оружие. Это признак колес. Это больше всего у преступников такие колеса. Потому что они, когда превышают скорость, они быстро должны поворачивать. Колеса стираются, и потом они такое злобо. То есть там преступники сейчас едут? Может. Может быть. Окей. А еще мы переместились, потому что там обнаружилось последствия того, что собачка погуляла. И хозяева не убрали. Я пропускала это слово. Преступники из тюрьмы сбежали, думаешь? Все, вернулись домой на улицу. Так жарко стало, что единственное, что хочется – это в воду нырнуть. В душ или под шланг. Фонтанчики сейчас сделаем из шланга. Дети побливаются. Очень жарко. Сегодня будет самый жаркий день из тех дней, что мы здесь находимся. Поэтому нам нужно было как-то пережить. О, смотрите, кто нас встречает. Тетя Котя. Иди. Открывай, Алисочка, шланг. Алисочка, черная же нагрелась. Нагрелась черная? Сейчас я открою. Лизу Аса в парке укусила. Она теперь Атос бегает. Давай одеяло сюда. Это я уронила. А шланг сам так упал. Открыла, а вода кипяток льется. Я бросила его, а он и такой фонтан сделал. Дети вообще радуются теперь. Ну как, нормально? Горячая? Горячая? Или уже холодная? Нет, холодная. Так оставить пока пусть. Фу, фу, фу. Теперь я ОС боюсь. ОС боитесь? Нет, они не будут лететь сюда. Бегайте, играйте. Потом закройте, выключите сами, окей? Сейчас, ты можешь показать? Ой, это подсолнух. Смотрите, радуга. Покажи отсюда подсолнух. Да, подсолнух. У деда здесь отдыхает земля. Он горохом засадил ее. Ну и она, естественно, среди горохов. Сорняки проросли. Никитин подсолнух. И котик охотится на кого-то. Можно через это, чтобы бежать? Да, конечно. Только ничего себе там, не замочи снизу. Алик, это можно я? В старину через костер прыгали, а сейчас прыгают через шланг. Такие вот игры. Охлаждение снизу, да? Ну что, у меня по мере продвижения пейзажи сильно изменились уже. Уже горы практически мы прошли. И уже вот такая вот сушь пошла. Уже нету деревьев практически. Ну и вот приходится ехать помедленнее из-за вот таких вот перегруженных трафиков. Ой, этих самых траков. Все еще едем через Монтану. Вот это уже был поворот на Йеллоустон. Это знаменитый на весь мир парк. Этот парк находится сразу на территории, по-моему, четырех штатов. Но мы пройдем мимо него. Прошу прощения за то, что лобовое стекло сильно грязное. В какой-то момент по какой-то как будто пустыне ехали. Много было крупных каких-то вот то ли мухи, то ли жуки какие-то. Много-много их было. И вот все лобовое стекло загадили. Да и, наверное, весь перед машиной тоже. Проехали уже более 400 миль. 415, если быть точным. Практически без каких-либо снижений скорости идем. Идем со скоростью 75 миль в час. Впереди красиво. Снежные горы. Но мы их пройдем правее, поэтому не через них пойдем. Включил камеру, чтобы показать, насколько сильно изменился пейзаж. Гор практически уже нет. Вот какие-то холмики остались только. Машин не очень много. Проехали уже 550 миль. Поздравляю себя и всех нас. Я только что прошел всю Монтану. Только что произошло это эпохальное событие. Монтана длилась 550, 530 где-то, или 550 миль. Ну, получается где-то 850 километров. Может быть, даже под 900. Ну, ничего, неплохо. Вошли мы уже в штат Вайоминг. Идем хорошо. Опять горы появились. Опять машина орет. Когда в горы идешь, машина тяжелая. Иду на круиз-контроле, поэтому особо не напрягаюсь. Сейчас покажу дорогу. Асфальт красный, смешной, старый, потрескавшийся. На улице жарко. Ну, собственно, как и всю дорогу. Мы не унываем, не устали, все в порядке. Скоро уже будем останавливаться в отель, чтобы переночевать. И завтра утром раненько продолжим. Ну что, друзья, решила вам показать путь Владимира и Дениса. Открыла Google Map, сделала на русском языке. Так как у нас канал на русском языке. Вот, и сейчас я вам хочу показать. Камеру держу руками, подставки у меня нет, поэтому, сори, если будет трястись изображение. Так, короче, вот я заложила пункт из Спакена до Гринвилла. Google мне предложил несколько вариантов путей, и все они 36 часов почему-то показывают. Но я так понимаю, что это без ночевки, если напрямую просто ехать, не останавливаясь, не спя, если два водителя сменяют друг друга. Кстати, Google не предложил тот путь, к которому едут Владимир и Денис. Они разделили свой путь на три дня. Первый от Спакена и предполагали изначально, что в Южной Дококке они остановятся в городе Рапид-Сити. Вот, Рапид-Сити вот здесь. То есть, первый день пути у них должен был бы быть вот отсюда. Спакен и вот сюда. Вот, и здесь они должны были заночевать в гостинице. Я им хотела забронировать гостиницу, но почему-то, я не знаю почему, здесь какой-то парк динозавров, что ли, и выходной день, и курортный сезон, наверное. Здесь все гостиницы были по 400 долларов за ночь. тогда Владимир и Денис сделали вот такую петлю, то есть, вот по этой дороге поехали. Вот, и остановились где-то вот тут, в городе, который называется Джилет, на ночлег. Я хотела им забронировать, вот этот город, я хотела им забронировать мэриот-отель, потому что у нас есть Ирина, наша племянница Ирина, скидка большая. Но все мэриоты были заняты, не было свободных мест, я им забронировала какую-то гостиницу, вроде по отзывам было ничего, одна из лучших, вот, но тем не менее, оказалось, что гостиница какая-то не очень хорошая, Вова снял видео там, поэтому я вставлю это видео сюда. Гостиница оказалась ужасная, стоила она 100 долларов за ночь, ну, короче, вот так вот попали. Посмотрела фотографии, почитала отзывы, вроде все хорошо, оказалось, какая-то не очень гостиница. Потом они выехали утром рано, это второй день из этого Джилета, и пересекли границу, въехали в Южную Дакоту, и ехали по вот этой вот трассе Южную Дакоту. А дальше они поехали, видимо, каким-то другим путем. Я думаю, что они поехали вот сюда, в штат, стоит вот этот надпись, я не вижу, какой там штат. Короче, через вот этот штат, не знаю какой. И они едут в штат Иллинойс, в город Чикаго. В город Чикаго они едут, потому что здесь живет Денис. И следующую, вторую ночь они будут ночевать в городе Чикаго в гостях у Дениса. То есть Владимиру посчастливится погостить у Дениса дома, познакомиться с его семьей. Вот, это получается второй день. Ну, а на третий день они поднимаются рано утром и стартуют вот по этому пути прямо до Гринвилла. Получается, что Вова и Денис приедут в город Гринвилл в воскресенье вечером, поздно, возможно, ночью. Так, друзья, мы в штате Вайомин заезжаем на ночлег. Вот это гостиница, вот ее вывеска. Мы заезжаем на ночлег, потому что мы уже проехали более 750 миль и нам пора уже отдохнуть. Друзья, я зашел, когда в эту гостиницу, я сначала подумал, что я ошибся. Я подумал, что я зашел в клуб какой-то или что такое, потому что первое, что бросается в глаза, это вот этот бассейн, в котором никого нет. Денис, пойдем нам вон туда. Здесь вот кафетерия, сказали, что в 5 утра она откроется и будет завтрак. Как, будем завтракать здесь или поедем? Ну, хотя бы кофейку выпить. Кофейку шибанем, да? Да. Но такой я не видел, чтобы посреди гостиницы. Я, наверное, сейчас шорты переодену и пойду, наверное, так пойдем вместе. Ну, так как в чем дело? Поплавать тогда не грешно. Так, у нас комната номер 155 с балкончиками второй, третий этажей. Так, она мне сказала, где-то здесь сейчас будет наш номер. Сделаем осмотр. Что тут у нас? Ванная, есть мыло, есть полотенце. Здесь еще есть полотенце. Ну, одним словом, искупаться есть где. Выход. Кровать одна, кровать вторая. Ничего особенного, но жить можно. Так, я сейчас жду Лизу и Никиту домой. Их Татьяна, мама Марика и Марина забрала к себе в гости на несколько часов. Напоследок, чтобы повидались, поиграли дети. Я хотела с ними в парк съездить, но у меня совсем сил нет. Я поняла, что не способна. Вот, себя я не снимаю, потому что я выгляжу что-то среднее между живым человеком и мертвецом. Опухшее лицо, синяки под глазами. Даже если я сделаю макияж, я буду выглядеть все равно ужасно. Поэтому буду ходить по двору и рассказывать, не показывая себя и своего лица. Так, какие новости у нас еще? Нам там на месте помогает наша зрительница Оксана. Она очень много для нас делала. Она искала для нас информацию, когда мы искали жилье. Вот, она нам очень много информации присылает постоянно. И мы попросили ее, так как Владимир приезжает в воскресенье вечером, а в воскресенье вечером офис в апартментах не работает и менеджера нет. Вот, то ключи Вове не получится собрать от нашего апартика и он не сможет попасть в апартмент, не смогут они разгрузиться, им негде будет спать. Но придется, конечно, гостиницу снять. Это тоже вариант хороший. Но Вову почему-то хочет разгрузить вечером, выгрузить все и отпустить Дениса уже в понедельник к спокойным отдохнувшим. Поэтому мы обратились к нашей зрительнице Оксане, потому что она нам очень много помогала и мы попросили ее съездить в офис и забрать за нас ключи, занести все документы в апартменты, что она и сделала. Мы за это очень благодарны, Оксана, большое вам спасибо. Также еще они согласились помочь с разгрузкой. Это будет большая помощь и мы очень-очень благодарны Оксане и ее семье за все, что они для нас сделали и делают. Вот, также хочу, естественно, хочу сказать спасибо огромное Денису и его жене Ксюше, их семье. Очень замечательные люди. Я с Ксюшей познакомилась, мы с ней пообщались по телефону, нашли сразу общий язык, очень хороший человек. Вот, и мне очень приятно, что мы познакомились с ними и мы очень-очень благодарны им. Получается, что Оксане и Ксюше и Денису огромное-огромное спасибо вам, ребят. Спасибо вам огромное. Такая вот помощь просто-просто невероятная. В голове не укладывается, что незнакомые или малознакомые люди могут так вот помочь бескорыстно. Вообще, я просто в каком-то шоке, что такое бывает. на этом нам все. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока!